В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Школьный рэкет. Не заплатишь дань, будешь избит. В соцсетях появилось видео, на котором группа подростков из Батаюрта избивают своего сверстника. За дело взялся следственный комитет. Новое назначение в Дагестанском Белом доме. Рашид Акавов стал начальником управления администрации главы и правительства Республики по информационной политике. Найти свою судьбу. Центр создания семьи вот уже 4 года на базе Муфтията Дагестана помогает людям обвести свою вторую половину. Следственный комитет проверит информацию об избиении учеников в школе Батаюрта. Фото и видео, на котором школьники избивают подростка, было распространено в социальных сетях. Происходящее сопровождалось комментариями, что такое в школе происходит систематически с теми учениками, которые отказываются платить дань вымогателям из числа сверстников. По данному факту, следственными органами проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося. Запрет на богослужение, свадьба на 10 человек и никаких новогодних гуляний. Руководитель Роспотребнадзора Республики предложил ввести ряд новых ограничительных мер в связи с увеличением больных с COVID-19. Инициатива была поддержана и главой Республики. Подробнее расскажет Патьмат Ханапова. Нового года в Дагестане может не быть, по крайней мере, торжеств, связанных с ним. Среди предложений Роспотребнадзора запрет на корпоративы и на праздники в образовательных учреждениях. Что касается иных коллективных мероприятий, то провести их можно будет в присутствии не более 10 человек. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территории, зданий, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания. Обеспечить совершение религиозных обрядов, ритуальное омовение, бракосочетание, отпевание, венчание, крестины или то-то при ограниченном присутствии близких людей. Ну, не более 10 человек. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19. За последние сутки зафиксировано 112 новых случаев заражения. Возросло также количество госпитализации. На протяжении нескольких месяцев мы имели относительно стабильную эпидемиологическую обстановку. То есть количество госпитализаций у нас не превышало порядка 200 человек в сутки. И тут развернутый коечный фонд. С 25 ноября мы отметили рост. И этот рост составил 264 человека в сутки. И 29 ноября мы получили 307 госпитализаций в сутки. И это не могло не вызвать наше беспокойство. Большинство заболевших, согласно озвученным данным, заразились COVID-19 на соболезнованиях, свадьбах и торговых центрах. В зоне риска оказались и мечети. Хотя образовательных учреждений в этом списке нет. Поэтому, как говорят специалисты, в переходе на дистанционное обучение пока нет необходимости. Но для граждан в возрасте 65 лет и старше с 4 по 17 декабря предлагают продлить режим самоизоляции. У нас увеличился, к сожалению, вот этот удельный вес заболевших людей старшего возраста. Пока это лишь предложение Роспотребнадзора. Однако, инициатива была поддержана Сергеем Меликовым. Теперь остается ждать соответствующего указа главы Дагестана. Сообщается, что новые правила не станут рекомендациями, а будут носить обязательный характер. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Рашид Акавов назначен начальником управления администрацией главы и правительства Дагестана по информационной политике. Соответствующий указ подписал в Рио главы республики Сергей Меликов. Акавов окончил Дагестанский государственный университет. Доктор филологических наук. Работал на разных должностях в ДГУ, ДГПУ. С 2017 по 2018 год возглавлял Министерство печати и информации Дагестана. С 2019 года исполнял обязанности главного редактора газеты «Ёлдаш». В Дагестане завершен ремонт 364 улиц в рамках проекта «Мой Дагестан. Мои дороги». Об этом сообщает Минтрансреспублики. Работы проводятся еще на 20 объектах в 11 муниципалитетах региона. В этом году из бюджета республики на ремонт муниципальной улично-дорожной сети было выделено более 1 миллиарда рублей. Из них 770 миллионов на ремонт дорог в 8 городах и 516 миллионов рублей на дороги в районах и селах. Найти свою половину один раз и на всю жизнь – дело простое и сложное одновременно. Да и самостоятельно получается это не у всех. В роли сватов в Дагестане зачастую выступают многочисленные родственники. Но и тут не всегда все бывает гладко. Четыре года подряд на базе Муфтията существует центр создания семьи, где любой желающий может получить помощь в создании семейного очага. С просьбой найти кандидатуру мужа или жены обращаются даже из других стран. Подробнее в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. Как правило, те, кто приходят сюда, ищут особого спутника жизни, верующего и богобоязненного, чтобы заключить крепкий союз на основе веры и уважения. Именно так можно сказать о паре, которая ровно 4 месяца назад создала свою семью. Савдат и Мухаммад познакомились через этот центр. Они называют это судьбой и благом от Всевышнего. Мне как-то они звонят, вы не хотите вот так вот так познакомиться. Были другие кандидатуры. Из этих всех кандидатур Мухаммад был старше. Я выбрала его. Мне кажется, что это нас вел Всевышний. Конечно. И через центр создания семьи. Ему 74, ей 54. Мухаммад после смерти жены жил один, но услышал по телевизору, что есть такой центр, который помогает найти спутника жизни. Просто пришел, заполнил анкету, и же через неделю ему позвонили. И сообщили, что есть три кандидатуры. Делится, что выбрал, основываясь на интуиции туч, ее фото даже не посмотрел. Говорит, имя понравилось. После одной единственной встречи в центре понял, что именно с ней хочет прожить до конца жизни. Я ее видеть не видел. Не просто вот какой-то... Я даже не знаю, не могу сказать, что это такое. Когда поговорил я с ней, вышел, твой родной брат мне говорит. Ну как? Я говорю, она моя женщина. На вопрос, какой он представлял себе жену, герой сюжета отшучивается, что идеальный, той самой, которую нашел. Говорит, и представить не мог, что будет так доволен своим выбором и везением. Какую ты хотел? Вот такой, какая ты. Савдат была работницей Центра создания семьи, но и подумать не могла, что встретят именно здесь свою судьбу. Она рассказывает, что из всех возможных кандидатур сделала выбор в пользу своего супруга не случайно. Богобоязненность, вера во Всевышнего, мудрость были для нее ключевыми качествами в выборе своего человека. Если человек верит в Аллаха, если человек совершает намаз, то, как вам сказать, в этом человеке, значит, есть все. И честность, и трудолюбие, и любовь к людям, и отношение вообще к окружающим. Мне кажется, в этом есть все. И первое, когда я его увидела, он мне когда вот рассказал о себе, я ему говорю, вы читаете намазы? Сколько лет вы читаете намазы? Герои нашего сюжета советуют не стесняться обратиться за помощью в Центр создания семьи. По их словам, специалисты Центра делают все возможное, чтобы одинокие люди обрели здесь свою дорогу к счастью, создав крепкую и счастливую семью. Наш муфтият Дагестана очень хорошо придумал, что у нас есть такой фонд, что человек, который одинок, что ему есть куда обратиться. Директор Центра Эризван отмечает, что в поиске спутника жизни занятие довольно-таки нелегкое. Работники Центра стараются подобрать каждому обратившемуся сразу несколько вариантов, которые наиболее соответствуют их ожиданиям. Если раньше для подачи заявления надо было прийти непосредственно в Центр, то сейчас можно дать объявление на их официальной инстаграм-странице без имени и фото, чтобы в наличии были основные сведения. По мнению специалистов, это ускорит процесс поиска подходящего человека. Центр создания семьи создан при Центральной мечети. Это значит, что муфтият республики имеет непосредственное отношение к его работе, поощряя создание новых семей по нормам шариата. Для любого мусульманина является желательным вступить в брак, так как это идет от пророка, саллилаллаху алейхи вассалям. Есть хадис пророков, в котором говорится, женить бы это моя сунна, это мой путь. Находясь здесь работой имамом, приходит очень много людей, которые хотят создать семью. И когда есть большой поток людей, была необходимость создать уже отдельный центр для того, чтобы работать в этом плане. Алина Пагилова, Муса Салгиреевна, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Сегодня в России отмечается День банковского работника. Рынок банковских услуг пестрит многообразием от микрозаймов до масштабных кредитов на ведение бизнеса. Есть и особая категория банковских продуктов, те, что соответствуют всем положениям и нормам ислама. В чем отличие этого сектора, финансовые сферы и каковы здесь особенности, узнали мои коллеги. Финансовая компания «Ля Риба Финанс» функционирует в Дагестане вот уже 9 лет. Это первая в республике и самая крупная ныне организация, которая оказывает финансовые услуги, соответствующие всем нормам ислама. Главное отличие от обычного банка – это то, что предметом сделки, заключаемой на определенное время, является товар, стоимость которого строго оговаривается. Это позволяет клиенту избежать наложения в дальнейшем штрафов, пении и предотвращает любое завышение изначально оговоренной суммы сделки. Виды экономической деятельности нашей, по которой мы зарегистрированы в налоговой, это розничная торговля. Мы купили некий товар у оптовика и продаем его на определенных условиях нашему клиенту, где все условия этой сделки четко определены, изменению не подлежат. Более того, если у клиента, например, в какой-то пандемии возникли какие-то сложные обстоятельства, мы готовы дать какой-то там льготный период, подождать или войти в положение клиента. Что нельзя сказать о типичных банках, которые дают кредиты, они выдали кредит на условиях срочности, платности, возвратности, под платностью понимается уплата процентов. И, соответственно, при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств, клиент, тем не менее, обязан уплачивать дальше штрафы, пении в связи с несвоевременной оплатой. Еще выражаясь простым языком, человек платил по 10 тысяч, теперь он не может платить по 10 тысяч, но банк ему в ответ на эту сложность говорит, а теперь будешь платить по 12 или по 13, по 15. Этим отличаются, в принципе, исламские компании. Прозрачностью, более гуманным подходом и социальной ориентированностью бизнеса. Однако некоторые предпочитают обращаться за подобными услугами в другие финансовые организации, потому что в банках годовая наценка ниже, хотя и есть риск наложения в будущем штрафов и пений. Почему же все-таки наценка в исламских финансовых организациях иногда кажется больше? Для этого есть определенные причины. Наценки исламской компании на товар по сравнению с процентами по кредиту, например, в том же Сбербанке возьмем, да, для примера, то там, например, есть госпрограммы, где годовая процентная ставка составляет 6%. И некоторые наши земляки, ну, наверное, которые не сильно, на мой взгляд, осведомлены экономикой, у которых нет экономического образования, у которых, они задаются вопросом, почему так? Почему вы не можете накидывать те же 6%? В ответ хочется задать логичный вопрос. Знают ли они вообще, что такое налоги? Какие налоги мы должны платить? Приведу маленький пример. Налоговый режим, упрощенная система налогообложения, который мы выбрали, обязывает нас платить в бюджет 6%. Ну, с недавних пор 3, но в целом это 6% по России. То есть это наиболее оптимальный для нас налоговый режим. 6% мы должны платить в бюджет, при том, что Сбербанк уже дает, например, льготный кредит под 6%. Каким образом нам конкурировать с ним, при том, что нам нужно помимо этих 6% это дивиденды вкладчиков, это реклама, это маркетинг, это зарплата, это налоги, это коммуналка, это наша прибыль, это косвенные расходы. Мы все это должны умножить на ноль и ограничить только этим. То есть если кто-то из наших телезрителей сможет нам предложить какую-то схему, более правильную с юридической точки зрения, с исламской точки зрения, с налоговой точки зрения и скажет, что вот вы можете реализовать эту схему и действительно накидывать на свой товар там не 15-20, а 6 или 7, то мы с удовольствием вознаградим этого человека. Однако послам Мурада Алискирова никто так и не смог до сих пор предложить лучший вариант таких услуг, которые бы соответствовали как исламским, так и российским законам и имели наценку ниже. Но тем не менее, компания «Лярибафинанс» с послами руководителя стремится по возможности удовлетворять все запросы клиентов. К сожалению, пока не все получается, но тем не менее, у нас появились тарифы, которые вот за последние 3-4 года все ниже и ниже становятся. Мы к этому движемся. Ну и я надеюсь, в какое-то время будем, по крайней мере, каким-то образом приближаться к тем показателям, которые хотят видеть наши клиенты. Но отмечен важный момент. Многие сотрудники банков являются нашими постоянными клиентами, в том числе сотрудники Спербанка. Это уже о чем-то говорит. И второй момент. Нашими клиентами, многие думают, что мы только с мусульманами работаем, это глубокое заблуждение. Мы работаем со всеми клиентами, которых удовлетворят наши условия. Исламские финансовые компании, как уже было обозначено, не дают сами деньги в долг, а лишь предоставляют товар в рассрочку на определенное время и со строго оговоренной суммой, что соответствует всем канонам ислама. А как же быть с теми, кто не может отдать деньги вовремя, со злостными неплательщиками, а бывают, увы, и такие, обычно проводится профилактическая беседа, а затем принимаются меры в соответствии с нормами шариата и законами Российской Федерации. Вопрос развития исламского банкинга по сей день в нашей стране очень актуален. Однако, по словам Алискерова, полноценное его решение невозможно без помощи и содействия государства. Хамза Нурмагомидов, Нурмагомид Магомидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте прошла встреча молодежи с Эльмирой Кожаевой, дагестанским журналистом, главным редактором республиканской газеты «Голос степи», издающейся на нагайском языке. В рамках встречи прошла презентация книги «1999 год. Глазами репортера», рассказывающей о вторжении в республику боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. В книге отражены события августа 1999-го. В тот год Эльмир Акажаева была военным корреспондентом молодежи Дагестана и побывала во всех горячих точках, где развивались военные события. Мероприятие сопровождалось показом архивных фото и видеоматериалов. Затем состоялся показ фильма «Обманутые». Он является трилогией фильмов о тех, кто уехал в Сирию и вступил в ряды террористической организации ИГИЛ. После просмотра у юных зрителей была возможность поговорить с автором и задать все интересующие их вопросы. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok